Человеческие действия. Знаете, интересно знать, что опыт жизни потом показывает, что никого ведь не надо посылать. Потому что чистота та же самая есть в тех самых людях, которые находятся в реальном сна. Нам нечего желать, на самом деле. В тех людях, в этом директоре завода, которого я ненавижу. И в кассире, который меня оштрафовал, в них есть вот это вот, то, что нам так сильно надо знать. Потому что люди нам нужны для того, чтобы себе что-то заметить. Например, мне нужно было узнать о том, что у меня есть страх смерти. И Господь мне послал вот этого удивительного человека, который вышел и сказал, я знаю, что я здесь делаю. Пахло внутри. Чтучка, которую я не ждал. Так это здорово. А потом я повторял и желаю всем счастья. Я почувствовал, кто тут пришел и зачем. Ну, то есть пришел просто человек. Но зачем? Он был представителем Бога. Потому что для грешников Бог приходит в виде смерти. А для возвышенных людей Бог приходит в виде вечной жизни. Вечная жизнь. Пытается это понять. И как бы Он не приходил, это всегда очень приятно, если ты Его ждешь. Есть один друг. Мы с ним вместе приехали в святое место. Я хотел там жить. Всю свою жизнь. Но я не достойно этого святое место. Поэтому оно меня выдуряло оттуда. А Его нет. И Он остался в святом месте. Потому что ему не надо было в этой жизни. Ни синие. Ничего. Просто хотел служить Богу. И Он жил в этом святом месте. И там очень жарко. И поэтому Он иногда падал в оморок от солнечного удара. И один раз, когда Он так упал, Он ударился головой. И у него развилась эпилепсия. И Он попросил, чтобы я Его полечил. Потому что он так же хотел находиться в том месте. Болезнь не давала ему. Было очень тяжело. И потом Я начал лечить. И потом Он мне в какой-то момент сказал «Не надо меня лечить». Я думаю, что мне хорошо и так. И я бы очень удивился Его к этому состоянию. И потом Я начал замечать в Нем необычные вещи. Он начал очень сильно погружаться в духовную жизнь. И лицо Его стало погружаться в необычное блаженство Бога, которое невозможно было. И постепенно я увидел, что Он ничем не интересуется в жизни. Я увидел, что Ему не нужно ни кушать, ни даже спать. Ему практически ничего не надо положить. И последний раз, когда несколько месяцев назад я приехал в Святое место, и я попросил Его провести нас вместе с моей группой. Мы попросили провести нас в это место, где Он живет, показать Его. Потому что лучше все Святое место видеть глазами чистого человека. И Он провел нас в это Святое место. Я заметил, что Он практически ничего не ест. Ну то есть в день может быть по одному овощу съедает, не больше. Ну то есть совсем практически ничего не ест. Я подумал, что у него денег не хватает. И я ему, когда Он провел нас, Я ему дал денег. И Он посмотрел на меня, говорит, это мне уже не надо. И он очень спокойно, знаете, вот такой спокойной, спокойной, глубокой и чистой лыбкой грудного света. И когда увидел эту улыбку, я понял, что что-то не то, что-то не то. То есть я так, я очень удивился. Ну вот, неспроста он такой улыбкой улыбнулся. У меня в сердце такое закладывалось, когда прибыль, неспроста. Так обычно люди не улыбаются, что-то не то. И я за него начал волноваться. И он был отстранен. Он смотрел на меня внутренним взором. И из сердца его исходила чистота, покой и счастье. Потом мне друзья сказали, что через два месяца он неожиданно, и для кого заболел одной болезнью. В течение четырех дней оставил этот мед. Очень быстро, спокойно, без всякой проблемы. Это произошло где-то два месяца назад. Я начал медитировать на его уход. И я увидел сияние, исходящее от этого человека. И я не почувствовал то, какое тело. Когда обычно, когда человек уходит, так как я могу видеть то, какое тело. Даже сейчас, до того, как я с вами общался, я принял четырех новеньких человек, у меня офицеры приехали. Я просто по фотографии диагностировал 20 показателей тонкого тела, у каждого из них. Ряд ли 20 показателей. Если в одном ошибке, я ему сделаю лечение, которое не поможет. Ну, то есть это реально очень сложно. Я обычно не ошибаюсь. Ну, то есть мне несложно взять, просто потрогать, пощупать, куда человек пошел, вверх, вниз. Тонкое тело. Оно, как бы психическое тело, есть у каждого человека. Так как мы связаны с другом, мы просто вспомним о человеке раз, и все. Тонкое тело, чувствую, что я пошел, вверх, вниз. Все просто. Вверх значит на высшие, тонкое, это не значит на миши. Все очень просто. Нет тонкого тела. Это значит, что жизнь в этом мире этого человека кончилась. Он в духовном деле отправился в духовный мир. Это значит, тот камень и вещь, что он свой экзамен сдал совсем. А нам еще придется оставать дальше.